Друзья, всем привет! Сёрферы, бездельники, боевые демианты, медоеды уже у нас все. Короче говоря, все, кто нас смотрят, традиционно приветствуют на моём канале. И сегодня у нас будет, я думаю, очень интересная беседа. Беседа очень драматичная, наверное, в каких-то аспектах. В каких-то аспектах очень позловательная для многих украинцев и украинок, которые хотят понять, как устроена жизнь за границей. И, значит, моим визави сегодня будет Алина Астайловская, с которой мы знакомы, уже не знаю, ну вот как подписчики мы знакомы там лет 7-10, я не знаю уже. Вот. Когда-то мы пересекались, даже приезжал Мариуполь, и мы общались. Вот. То есть, это такой ядерный подписчик, который давно знает меня, я знаю её. Вот. И волей у судьбы вот так вот оказалось, что Алина сегодня оказалась в Канаде. И её история, я думаю, будет многим очень интересной, потому что Алина, ну, она очень наблюдательный человек, как мне кажется. Алина очень была активной в своей жизни в Мариуполе, ну, то есть, занималась всякими различными как бы общественными проектами. Вот. Поэтому, ну, её бэкграунд позволяет ей, собственно говоря, вот так вот системно посмотреть на происходящее в Украине и в Канаде, и дать нетривиальные, поделиться с нами нетривиальными соображениями, вот, относительно того, что она увидела, что она пережила. Привет, ещё раз. Привет. Всем привет, кто смотрит. Привет из Канады. Да. И давай, ну, сначала поговорим, вот, собственно говоря, как ты оказалась в Канаде, потому что ты была в Мариуполе, Мариуполь оказался в эпицентре всего того ужаса, который ты пережила лично, вот, и, ну, собственно говоря, чудом, я не знаю, не чудом, тебе удалось выразиться. Расскажи вообще, вот, условно, вот, жизнь в Мариуполе после начала войны и вообще, или до начала войны, вот, кратко я нарисую свой бэкграунд, и вот как ты оказалась в этой ситуации? Расскажи людям. Ну, до начала войны, наверное, последние пять лет Мариуполь переживал колоссальную трансформацию, начиная от того, что постоянно что-то строилось, строились новые общественные пространства, новые объекты, дороги строились. Ну, в общем, город очень сильно преобразился, и даже последние, несмотря на то, что мы планировали уезжать оттуда, и последний год я, наверное, в принципе, задавала себе вопросом, а стоит ли? Потому что, когда я приезжала из Мариуполя, где был идеальный, в общем-то, сейчас, да, я могу сравнить с другими городами, в принципе, довольно неплохой общественный транспорт, когда практически убрали маршрутки, и у нас были троллейбусы, трамваи и автобусы. И когда ты садишься, да, у нас был самый дорогой в Украине общественный транспорт, но когда ты летом туда садился, там было чисто, там работал кондиционер, зимой там также было тепло. И вот все это удобство жизни, особенно на фоне того, когда ты приезжаешь, допустим, в тот же Киев, вот, мне казалось, что Мариуполь, как бы, ну, там было очень много плюсов, начиная там, допустим, от того же, там, те же парки, которые полностью перестраивали, переделывали, вот, тот же драмтеатр, вокруг драмтеатра, когда ты мог зимой и покататься на коньках, вот, и летом там отдохнуть. И, в принципе, город настолько перестроили, настолько там все было красиво, чисто у нас, что по некоторым фотографиям ты не мог определить, ты в Европе или ты в Мариуполе, вот, потому что были те же лужайки зеленые, на которые можно было там сидеть, лежать, там, и так далее. Да, не везде, да, были проблемы, но, несмотря на минусы, которые были в Мариуполе, в принципе, там было довольно-таки много плюсов именно для удобства жизни, что тебе там хватало 5-10 минут, и ты мог, допустим, на общественном транспорте со своего спального района добраться в центр города. Или, там, тебе нужно было полчаса, чтобы, там, добраться, допустим, на мою работу, да, и так далее. Да, были, конечно, минусы, и они большие, тем более, ну, я сейчас вижу, да, там, где были ошибки. Но, в принципе, как бы, в общем, они, ну, видно было, что они старались, и старались очень. Вот, да, поэтому... Извини, что перебил, я тебе иногда буду перебивать. Да, да, конечно. Вместе с другого, городские власти там или что? Да, да, это делали городские власти, и они, наверное, пошли по тому принципу, что если ты что-то не можешь контролировать, да, попробуй, попробуй взять этих активистов на работу в горсовет. Ну, в общем-то, они так и сделали, а я не знаю, насколько это повлияло положительно, отрицательно, либо никак, но то, что те люди, которые... Партия называлась... Не помню, не помню, как была... Как называлась партия, которые... Вот эти вот депутаты, которые были оппозиционные к провластным депутатам... А, сила людей. Да, но власть максимально... Сначала они там боролись с ними, вот, потом они максимально решили все это взять под контроль, и... Я заметила, что некоторые те же активисты, они стали советниками мэра. Вот. Но в принципе, как бы, я бы сказала, что существовала связь вот эта вот местная власть и... И люди, но все равно, мне кажется, все равно, как бы, мнение, да, учитывалось, население, но все равно местная власть, конечно, пыталась гнуть в свою сторону и делала... Не только... Вот, например, я не знаю, тот же, например, что... У нас была проблема с грязным воздухом. Ага. И у нас была проблема, допустим, с общественными пространствами, то, что не было... Не было достаточно мест, куда бы люди могли пойти погулять. Вот. И они вместо... В принципе, эти средства можно было бы направить на то, чтобы там сделать там почище. Заставить завод Ахметова, да, там поставить фильтры, да, либо каким образом. А современные предприятия очищают воздух, вот. Но они, как бы, направляли все равно это больше на общественные пространства. Вот. Там тяжелавочки, ОСМД там помогали, там, те же дворы делали, вот, и так далее. И вроде бы, с одной стороны, но они что-то делали для людей, но с другой стороны, например, такие фундаментальные вещи, как чистота воздуха, да, это как бы не делалось. Ну, потому что, потому что это дороже, первое, это видимо, это может каждый пощупать, и это дешево, ну, относительно техник, которые они получили. Да, да, да. Это намного дороже, это постоянно, постоянные затраты на их, как бы, смену и все остальное. И поэтому, мне кажется, логика была вот такая же. Да, да. Вот. Очень хорошо сделали дороги, особенно вот начинали с центральных. Вот, опять-таки, вот это такой, очень такой спорный вопрос. С одной стороны, нам сделали дороги, с другой стороны, их просто сделали без сливов. И когда начинался первый дождь, то, соответственно, что мы там все утопали. Как они делали эти дороги, непонятно, кто за это отвечал, кто это проектировал. Вот. Но факт остается фактом. То есть, с одной стороны, были действительно классные дороги, такие, как мы можем увидеть в той же Польше. А с другой стороны, вот эти вот такие недоделки, и они очень важные. Да, в плане того, что, например, я не знаю, там, те же бордюры, те же безбарьерное пространство. Хотя они старались, но все равно это было. Ну, вроде бы они как... Ну, это как вот у нас с ОСНД. Они вроде бы там сделали ремонт, да. Но, с другой стороны, они не подумали, допустим, о людях с ограниченными возможностями. Хотя профицит бюджета был. И они, допустим, я не знаю, там, стены выкладывали... Ну, вот это не стены, а входная группа, а подъезд, да, это называется. Вот они из-за того, что вот эти деньги надо было куда-то деть, они выкладывали в мрамор, мрамор там, я не знаю, камень ложили. И этот подъезд такой был пшенка-стайл. Вот. Потому что просто некуда было деть деньги. А с другой стороны дверь, например, входная дверь, дверь, вот где мусор лежит, они не отличались, то есть они даже не заменили двери, не сделали там, например, удобный спуск для людей с инвалидностью, чтобы было... Да, чтобы это было справедливо для всех. Вот. И точно так же вот власть. Вот они вроде делали дороги, но, с другой стороны, вот такие были ужасные косяки. С одной стороны, вроде бы они сделали пирс, да, на который... Это было одно из самых посещаемых мест. А с другой стороны, ты туда... Ты мог туда великолепно доехать на троллейбусе с комфортом, с кондиционером, все великолепно летом. Но, с другой стороны, чтобы туда подъехать машиной, ну, я не знаю, надо было вообще парковаться за полчаса ходьбы вообще день-нибудь в центре города. Поэтому вроде бы как делать, но, с другой стороны, не было общей концепции. И много вот таких вот непродуманностей. Ну, как много вообще в Украине, в принципе, да. То есть вот вроде и были ресурсы, и эти ресурсы были огромные, но они всегда отправлялись бестолково. И, как правило, ключевая мотивация, как заработать на этом. Потратить на что-то заработать. Да, да, да. Но, смотри, вот мы... Институт будущего проводил социологию. Где-то... Я тебе сейчас скажу. Вспомни, наверное, это был 2018 год. Вот. Мы на Донбассе делали доклад по Донбассу, такой фундаментальный. И мы сделали социологию по всему... По всей неоккупированной территории. И даже на оккупированных делали. И, в частности, в Мариуполе. Мариуполь был один из таких базовых кустов. Вот. И что меня тогда поразило, что... Ну, значительная часть населения мечтала уехать из Мариуполя. То есть это касалось не только... Что меня больше всего удивило, что это касалось не только молодежи, но и люди там в возрасте за 50. То есть у них проявлялись такие вот активные... Активное желание попробовать где-то... Ну, поехать в Киев, там, попробовать пожить за границей. Вот. И это было зеркально обратным тому, что было в Ордло. Потому что в Ордло как раз никто не хотел никуда уезжать. То есть у них там такое настроение, что мы сидим здесь. Все. Вот мы, значит, прикипели к этой земле. Потому что все, кто хотели уехать, уже уехали. Те, кто пытался уехать на территорию Украины даже, они вернулись назад. Ну, кто вернулся там, да. Вот. И, соответственно, там такие вот почвенники были. И вот один из вопросов, который я не думал задавать перед эфиром, а по ходу с тобой я общаюсь и он в голову пришел. Это, вот смотри, произошла оккупация Мариуполя позже. И вот оказалось, что многие жители Мариуполя, которые там сейчас остались, вот они быстро провалились вот в эту оккупационную рамку. То есть разделяют там русский мир там и все такое. Между тем, действительно, перед войной широкомасштабная Мариуполь, ну, было видно, что развивается как бы, да. То есть вот определенные отношения там происходили. Вот. Несмотря на все проблемы там и так далее. И вот как ты чувствовала вообще настроение Мариупольца? Вот отношение к России, отношение вот к всему происходящему. Чувствовала ли ты эту угрозу, что вдруг картинка может вот резко вот так вот измениться? Ну, угрозу с точки зрения того, что твои близкие, вот они быстро могут приметнуться на ту сторону? Дело в том, что, во-первых, у нас это уже не первая оккупация, да. Да, у нас была она в 2014, да, там буквально было. Мы делались легким испугом по сравнению, да, с тем, что сейчас происходит. Вот. Дело в том, что после 2014 года очень сильно у меня изменился круг общения. Начиная с того, что мы не общаемся там с определенной частью моих родственников. Это нужно было решение сделать, да, и чем раньше, тем лучше. Вот. Вот. И сначала было тяжело, потом, в принципе, потом все нормально. Вот. И я, в принципе, и крутилась в таких кругах, которые были проукраинские. И принимая во внимание то, что последние годы Мариуполь очень сильно активно развивался, именно делалось вот такое вот для людей, да, чтобы получить быстрый эффект, быструю лояльность. Вот смотрите, да, там Донецк, грубо говоря, там, у него как было, так все и остается, он не развивается. А посмотрите, да, у нас там пир сделали, вокруг драмтеатра сделали, там другие какие-то общественные пространства. И поэтому я не замечала больших пророссийских настроений. Все, кто хотел уехать, они уехали в четырнадцатом году. Угу. Потому что в четырнадцатом году очень многие поезжали. Ну, четырнадцатый, пятнадцатый, вот так вот. И я этого не замечала. Были вот те, которые либо не говорили о своей позиции, вот, которые молчали, вот, либо те, которые вообще как бы нейтрально относились к этому. Вот. И, например, вот те люди из моего окружения, которые нейтрально относились ко всему, сейчас работают на оккупационную власть, да. То есть они там учителя в школе, они почему-то возомнили себя. Понимаете, когда ты не был никем, да, тут у тебя есть возможность стать в твоем понимании кем-то, да. И как они думают схватить Бога за бороду, и теперь им все можно. И если оно просто так лежит на дороге, то это значит, что это ничейное, это можно брать, да. То можно, конечно, придумать себе, что ты ректор университета, да, там и так далее. И вот этот вот магазин, который бросили, а теперь он мой. Вот. А теперь я был никем, а теперь я могу в школе работать учителем. Ну, я же был электрик, теперь я могу работать учителем физики и математики. Вот. И в своей голове поднять статус свой. Вот. То, в принципе, как бы, конечно, мы сейчас такое наблюдаем. И могу еще сказать то, что кто вообще мог максимально выехать из Мариуполя, они за это время уже выехали. Не могут выехать только те, которым просто либо они физически не могут выехать. Например, у кого-то там больная мама, да, которая не ходит. Вот. Вот. Некоторые едут в Украину, сталкиваются с реальностью, возвращаются назад. Ну, например, они не могут найти работу, они не могут, допустим, они приехали в Ивано-Франковск, они могут арендовать квартиру за 25 тысяч гривен просто физически, да, и они возвращаются в Мариуполь. Потому что там как-никак, да, там тебе есть где жить, там, грубо говоря, там твоя квартира там не разрушена, или там дом частично разрушен, у тебя хотя бы есть твоя кровать, где ты можешь спать. Да, там нет отопления, нет электричества, но вся эта ситуация в Мариуполе, она очень сложная. И вот могу привести пример. Мой ребенок, ну, старшая дочка, она до сих пор общается со своими бывшими одноклассниками, с подругами, и там ситуация следующая, что, несмотря на то, что родители имеют пророссийские позиции, ребенок может иметь пророссийские позиции. И был случай, когда девочка, знакомая моей дочери, она покончила жизнь самоубийством, потому что она не хотела ходить в ДНРовскую школу, она не хотела учить и петь гимн России и так далее, но был такой прессинг со стороны родителей, со стороны милиции, да, там, или как они тебя называют, вот, со стороны учителей так называемых, вот, что они довели ребенка до того, что она просто порезала себе вены, и те врачи, которые там есть, они, конечно же, в первую очередь лечат россиян, которые там, вот, и им, как бы, все равно по поводу местного населения, поэтому ребенка никто не спасал. Вот, это яркий пример того, какая там сейчас ситуация. Угу. Давай коснемся, вот, войны. Как она началась, и, вот, где ты оказалась, почему, ну, как, не почему, а, слава Богу, тебе удалось выжить, удалось выбраться. Вот, как началась война для Мариуполя, вот, в твоем окружении, для тебя? А, значит, да, разговоры о войне, они, в принципе, были постоянно, потому что, если ты живешь возле линии разграничения уже с 2014 года, то, в принципе, ты к этому привыкаешь. И когда постоянно кричат волки-волки, ты уже перестаешь воспринимать это как угрозу. И когда говорили, что все, значит, там, 16-го, там, нападение, 16-го я была возле Донецка, да, там была рабочая поездка, я видела Донецк с третьего этажа школы, все было нормально. Вот, в принципе, как бы, честно говоря, никто не ожидал, никто, точнее, даже никто не ожидал такого масштаба, потому что, когда при первой оккупации, когда пришла к МДНР, захватила, там, одно здание, ну, не одно, там, ну, пару, да, грубо говоря, и потом Азов их оттуда попросил, да, вот, в принципе, относительно все делались легким испугом и думали, что даже если что-то будет, то будет подобное. Никто даже не мог вообще предположить, что город просто снесут с лица земли, что ты будешь сидеть в квартире, просто понимать на вторые сутки, что ты физически не можешь выйти оттуда, потому что первые сутки ты слышишь где-то выстрелы, где-то вот далеко, а вторые сутки у тебя уже все пролетает над головой, а третьи сутки, да, он просто летит в тебя. Поэтому никто не ожидал, что будет такой масштаб. То, что война рано или поздно возобновится, ну, скажем так, да, из-за пассивной фазы перейдет в активную, да, наверное, такое ощущение было. Но мы, наверное, вот последние две недели перед войной у нас у всех было такое очень непонятное предчувствие, никто не мог его объяснить, но вот такое вот очень странное было чувство, очень странное состояние было. Никто не мог нормально, активно вообще вести свою жизнь, да, например, у меня там были курсы английского, мне очень сложно было сосредоточиться. Это не только у меня было, это вот у многих. Вот, допустим, моя знакомая рассказала, что ей приснился сон и, в принципе, описывает войну, да, то есть войны еще, ну, то есть активной фазы еще не было, но она мне, в принципе, вот это вот все описывает и говорит, знаешь, говорит, ну, я боюсь, что вот будет такое. И мы тогда еще все дружно посмеяли, сказали, что это просто фантазия, это был просто сон, вот, но никто же не думал, что это будет реальность. Было вот такое впечатление, что когда зашли русские, когда они заехали на танков, как бы я живу на центральном бульваре. То есть это не центральная улица, но это одна из таких вот улиц, которая потом переходит в трассу, которая ведет на Донецк. Вот, и когда они вошли в город на танков, было такое впечатление, что вот им сказали, что вы можете, вот какие у вас вообще самые ваши фантазии, которые вы там всегда хотели реализовать и не могли, вот, пожалуйста, делайте, что хотите. Вот, и да, и то, что, конечно, делали русские, они, с одной стороны, не боялись, потому что люди бросали бутылки вот эти вот со смесью с окон, вот. И, с одной стороны, не боялись, с другой стороны, они вообще делали вообще непонятные вещи, то есть заехал танк и начал стрелять по жилому дому. Это был день, они начали стрелять по жилому дому, они видели, что там люди, они видели, что во дворе люди, вот. Вот, и он стрелял до того момента, пока наши военные не обошли его с другой стороны, не подорвали этот танк. И когда один, значит, противник был уничтожен, а второй каким-то образом, он просто перед этим выпрыгнул из танка и побежал во дворы, но он же думал, что ему помогут, а не тут-то было. Вот, и когда он понял, куда он попал, то, конечно, там, да, да, его тоже, слава Богу, ликвидировали, и, да, и, в общем… В общем говоря, ты, оказывается, вот вы живете в мир жизни, и вдруг вы оказываетесь в эпицентре… В эпицентре, да, и ты ничего не можешь сделать, да. Да. И какие, ну, словно говоря, как быстро ты осознала, что… как нужно выживать? Вот… Потому что вы столкнулись с тем, что, наверное, продукты исчезли, исчезла вода, исчезло тепло. Это же все очень быстро произошло, то есть, когда свет и тепло исчезли? Так, они исчезли, наверное, на третий день. Было все так, что мы утром… Меня утром разбудила свекровь звонком о том, что… Это было пять утра или четыре, о том, что началась война. Ну, и, соответственно, что… Я когда работала в гуманитарной организации, и я была руководителем проекта социального, когда мои соцработники, они жили в поселках на линии разграничения. И мы думали, что сначала там все начнется, и мы, если что, мы успеем уехать. Вот. Но утром мы поняли, что, наверное, мы никуда не поедем, потому что мы включили новости, мы поняли, что, в принципе, взрывы по всей Украине, да. Тогда были взрывы, по-моему, там, где аэропорты, да, и так далее. Вот. И мы поняли, что, в общем-то, нет смысла никуда ехать. Вот. Что мы будем до последнего ждать. Если будет такая возможность… Ну, как бы, будем ждать до последнего, и если… Ну, как бы, да, начали вспоминать, как это все было в Донецке, и если уж там оккупируют город, то мы уедем. Вот. Но произошло не так, как в Донецке. И в первый день я… Когда мы поняли, что у нас, в принципе, началась война, и люди начали выезжать, это был такой большой хаос. Все пытались выехать, ну, не все, да, но большая часть населения пыталась выехать, соответственно, что это пробки на трассе, и мы подумали, что мы с двумя детьми, если мы где-то застрянем на трассе, где… где-то посреди в полях, то это, наверное, не самый лучший будет вариант. В принципе, пока ты там… Пока у нас не выключили свет и отопление, было, в принципе, как бы терпимо, то есть у тебя есть отопление, у тебя есть еда, у тебя есть вода, все нормально, у тебя даже есть интернет. Вот. И тогда я написала два письма. Первое – это моему… Мы вообще планировали уезжать в Канаду, и меня ждал мой работодатель, и мы 16 февраля отправили все документы, уже окончательные документы. Мы должны были ждать вот этот окончательный документ от правительства Канады и подавать уже на визу. Вот. И я тогда написала два письма. Первое – это моему работодателю о том, что у нас началась война, и как бы сделайте вообще что-нибудь, может быть, как-то ваш юрист подаст какое-то дополнительное заявление, нам побыстрее визу сделает. Потому что мне было первое… Ну, я ни за что не боялась, я боялась за детей. Потому что я прекрасно понимала, что это осколочное ранение, да, и если это какая-то там сонная артерия, ну, это 10, максимум 15 минут, да. То есть даже не успеешь довести ребенка в скорую, если она вообще приедет. Поэтому тогда мы все-таки в семье распределили вот эту вот последовательность, да, то есть кто важнее, да. То есть сначала дети, да, потом как бы мама для детей, там, папа, да, и потом дедушка с бабушкой. Ну, да, это сложное решение, но их нужно было принимать, потому что нужно было выжить, да. Там вопрос даже был не в том, чтобы как-то все это пережить, да. Вопрос в том, чтобы на данный момент выжить. И, да, и потом, да, я отправила два письма. Первый – это моему работодателю. И второй – это то, что как бы мы этнические немцы. И я помню, когда нам бабушка рассказывала… А, да, мне как бы тоже вот… Я не рассказала, что была возможность получить немецкое гражданство. И я тогда думала, может быть, стоит получить немецкое гражданство, либо хотя бы вид на жительство для того, чтобы, ну, как-то поехать посмотреть вообще, что там такое, да. А вот в Германии вообще это все сравнить, ну, в принципе, было бы интересно. И тогда там была определенная государственная структура, которая этим занимается, и которой я отправляла документы, задавала вопросы, и я, значит, им пишу, вот, что… У нас началась война, и, грубо говоря, сто лет назад моего дедушку… Пришли русские и моего дедушку… Ну, не сто, там сто пять… Ну, чуть-чуть больше. Там, получается, не дедушка, а прадедушка, да. Значит, депортировали в Сибирь, где он там умер в лагере, в специальном лагере, да, где они там работали. Что, как бы, опять идут русские, да, и я боюсь, что ситуация повторится. Поэтому, как бы, может быть, да, вы как-то сделаете такие шаги, как, например, Шве… ой, не Швеция… Чехия делала… Они в 2015 году, они эвакуировали своих этнических чехов в Чехию, и также сделали еще ряд определенных европейских стран именно с нашего региона, потому что у нас очень много было там итальянцев, чехов, греков и так далее… тех же немцев, которые в свое время до Первой мировой войны жили вообще отдельными поселениями, и они не знали русского языка. Ни русского, ни украинского. Вот, просто их потом часть депортировали, кто-то вернулся, вот… Кто-то нет. Вот, и поэтому я, как бы, им написала с просьбой о том, что, может быть, они как-то нас депортируют в Германию, вот… Ответ я получила, что… Что шла? И что они ответили? Они ответили мне в тот же день, что, значит, вот есть закон о гражданстве, и вот все мы будем делать в рамках этого закона. Ну, в общем, такая была отписка, ни о чем. А вот канадцы оказались все-таки более такие лояльные в этом вопросе, и они, как бы, мне написали, что мы связались с нашими юристами, и будем делать все, что… Все, что от нас зависит, и вообще как в этом? Да. Смотри, давай, давай последовательность восстановим. Итак, вот начинается война, вы спустя сколько, два-три дня понимаете, что вы в ловушке, да? Да, да, просто в один день выключился свет, да, в другой газ, вот, потом мы поняли, что нет ни отопления, ни света, ни газа, ты просто не можешь выйти, ни воды, да, ты просто не можешь выйти на улицу, стреляют везде, и ты не понимаешь, такое было впечатление, что просто стреляют со всех сторон. В 4 часа начинались авиаудары, где-то, наверное, с 3-го, с 4-го дня начинались авиаудары, и, то есть, я жила на 23-й, ну, нет, это был 21-й микрорайон, то есть, вот это 23-й, 17-й, западный, это все такой большой спальный район, где есть только из объектов инфраструктуры магазины, школы, больницы, все, никаких военных объектов в радиусе к километрам не было. Вот, и, соответственно, что начиналась бомбардировка вот этих вот районов, летел самолет и просто скидывал бомбы на жилые дома, и ты понимал, что, допустим, ты утром просыпаешься, и твой привычный вид из окна, он менялся с каждым днем, то есть, если, допустим, вот это вот были там 12-ти этажки, да, например, или 9-ти этажки, вот это все было ровное, да, то, допустим, на следующий утром ты просыпаешься, они уже вот с такими выемками от авиаударов, вот, и ты понимал, что ты никак не можешь контролировать эту ситуацию, ты не можешь в ответ ничего сделать, да, ты не можешь никак себя защитить, вообще, ты чувствовала себя, не знаю, как на сафари, ну, то есть, за тобой охотятся, да, но ты ничего не можешь сделать, и до этого момента, вообще, до начала войны, как бы друг другу перекидывались вот такие сообщения, и, в принципе, там вот какие-то группы кидались, тоже там школьная группа, да, просто на всякий случай, да, там, как вести себя во время войны, и вот одно из сообщений говорило о том, что самая большая выживаемость после войн, особенно вот, да, там, в тех районах, где тяжелые войны, да, там, с провинением авиации, там, артиллерии и так далее, наибольшее количество выживших человек, которые прятались между квартирами, в коридоре между квартирами, вот, и мы, в принципе, так и делали, то есть мы не бежали в подвал, потому что были случаи, когда дом просто складывался, и в подвале были, в общем-то, все жильцы дома, которые потом не могли вытащить, вот, и, да. Я не перебью, здесь очень важный момент, вот эти вот драматические, трагические моменты, вот когда это все началась, эта вся трагедия, в принципе, присутствие государства, то есть нашего украинского, оно как, в чем выражалось, то есть вы там как-то коммуницировали с военными, видели, что они там бегают, где-то сражаются там, или были какие-то чиновники, которые там что-то говорили или не говорили, говорили, что мы ничего сделать не можем, то есть государство, оно как, оно испарилось, либо оно в каких-то сегментах, там, в милитарном, там, или каком-то, оно все же присутствовало, вот, вот что с государством произошло? Да, ну, еще до начала войны, поскольку я волонтером была, соответственно, что мы общались с военными, и они говорили, город укреплен вот сто процентов, вот, ну, не зайдут в город, даже если что-то будет, это будет за городом, и нам говорили о том, что очень много, просто беспрецедентное количество военных, что город очень хорошо укреплен, и ничего не бойтесь, ничего плохого не будет, там, не выезжайте, не создавайте панику, не выезжайте из города, вот, и в первые дни мы, естественно, что мы не смотрели местные мариупольские каналы, мы смотрели украинские каналы, по поводу того, что чувствовалось, присутствие местной власти не чувствовалось вообще. Ну, то есть они периодически, мы видели, как работает госпиталь, как ездит там первый день скорая, как работает общественный транспорт, он работал до последнего, но в какой-то момент мы поняли, что мы предоставлены сами себе, то есть никакого плана эвакуации, никакого плана вообще, как работать с населением, что им делать, обеспечивать их водой, этого не было. Этим занимались волонтеры и негосударственные организации, которые были там. То есть, поскольку я была работником гуманитарной организации, мы составили себе где-то за две недели до 24 февраля, мы составили план эвакуации, то есть кто вообще что должен делать, и мы запаслись у себя в офисе, у нас был двухэтажный офис такой, большое здание, там мы запаслись водой, едой и так далее, то есть там стояли аккумуляторы, но дело в том, что это здание было на левом берегу, который пострадал больше всего и откуда, в общем-то, это все и начиналось. Ты имеешь в виду левый берег Кальмиуса, да? Да, да, да. То есть получается, что наш офис, он был за Азовстальем. И когда мой коллега приехал ко мне на второй день и сказал, что давай как бы, ну я, получается, я жила в западной части, а Азовсталь в восточной части города. Даже я бы сказала, между самой восточной частью и самой западной, вот где-то вот посредине Азовсталь. Вот. И когда мне коллега предложил уехать в, ну поехать туда в офис, потому что там, в принципе, все было, вода, еда и электричество, ну я решила, нет, что это плохая идея, лучше посижу в западной части города, вот чем поеду туда. И, в принципе, я была права, потому что, потому что здание расстреляли, и там погибло очень много человек, очень много наших сотрудников, целыми семьями, погибали целыми семьями, потому что здание было старое, оно просто так вот сложилось, и мы потеряли очень много людей, к сожалению. Вот. И, да, кроме того, моя лучшая подруга, она была военная, и мы когда с ней разговаривали по поводу того, что, ну что будет, не будет война, что вообще делать, она мне говорила, не переживай, все нормально, у них не было никакой инструкции, что делать, им не выдали никакого оружия, после начала войны они не могли связаться с командованием, то есть, ну, тоже делайте, что хотите. И в итоге, когда они выбрались, приехали в Днепр, они им сказали, что вы вообще тут делаете? То есть, вообще, возвращайтесь назад. Вот. Да, и поэтому присутствие государства, честно говоря, чувствовалось не очень хорошо. Но мы видели наших военных, например, первый день, когда только началась война, очень хорошо организовалось местное население в плане, в терраборону, да, то есть у нас было, у нас парни, которые, допустим, воевали, либо которые были полицейскими, они собрались все, и они быстренько все организовались, потому что не первый раз уже. И у них были медикаменты, но не было там вот этих сумочек для медикаментов. Вот. Соответственно, что я там нашла деньги, я нашла, позвонила в магазин, уговорила их открыть магазин. Вот. Там хозяйка мне открыла магазин, мы взяли, в общем, этот материал этот для пошива этих сумок. Вот. Я уговорила еще одного человека, чтобы нас отвезли. И я помню, что мы туда доехали. Ну, когда мы ехали в этот магазин, мы видели очень много военных. То есть, они стояли на той улице, по которой мы ехали, их было очень много. Мы доехали в магазин, началась воздушная тревога, мы переждали ее. Вышли, садимся в машину, едем по той же улице, и тишина, просто гробовая тишина, никого. И это было настолько страшно, уже казалось, что все русские уже не пришли. Вот. И, соответственно, что, да, когда я начала шить вот эти вот сумочки, да, вот эти вот маленькие, не знаю, как там, аптечки, да, назовем их так. Вот. Я даже их не смогла закончить. Ну, то есть, там, мы смогли половину пошить. Потом у нас просто выключили свет. Вот. И, ну, мы смогли часть пошить и отправить туда, куда они нужны. Вот. И, да, это был второй день уже. И потом у нас так началось, что у нас, по-моему, на второй или на третий день на первый раз выключили свет. Вот. А потом уже выключили его окончательно. И когда они только начинали, когда русские только начинали бомбить город, то они не сплошняком его бомбили. Они, допустим, вот начинали бомбить, они знали, куда они бьют. То есть, они конкретно, нужно было выключить свет, они конкретно по распределительным щиткам били. Вот. Потом, допустим, там надо было, чтобы там люди без газа, там были, да, они там, то есть, они били в определенные места, они уже, то есть, все прекрасно знали. И мы, периодически, находясь дома, мы замечали наших военных, которые перебегали из одного дома, да, там, наверное, из подвала, из одного подвала, там, в другой. И когда с трассы заходили там российские танки, то, соответственно, она, я не знаю, как эти штуки называются, они такие длинные, и они ими стреляли в танк. Вот. Противотанковые, противотанковые управляемые ракеты. Да, да. Вот. И никакой тяжелой украинской техники мы не видели. Мы видели вот только мобильные вот такие вот группы, которые работали вот по танкам, которые заходили вот с этой трассы, заходили на бульвар Шевченко, и время от времени, то есть, мы слышали, допустим, обстрелы тяжелые, и после обстрела ты смотришь в окно и видишь, это один дом загорелся, второй дом загорелся, третий вообще сложился, и так далее. И когда, допустим, те же были авиаудары, я не знаю, чем они еще били, были вот такие вот, вот ты, допустим, вот перестали, там, закончился обстрел, и ты понимаешь, что тебе надо, ну, мы перешли, мы жили у родителей, мы перешли к родителям, потому что надо было все-таки в одном месте собраться, это соседние дома. И кролик у нас оставался в нашей квартире. Мы вот это бегали кормить кролика раз в день, и когда ты понимаешь, что вроде бы тишина, но они стреляли вот такими снарядами двух видов, те, которые ты слышишь, и потом у тебя есть там пару секунд куда-то спрятаться, и потом, допустим, вот они попадают в какой-то дом, и дом начинал гореть, или то, которое ты не слышишь. Ты уже по факту чувствуешь либо волну эту ударную, либо уже там осколки летят, и так далее. Вот. И соответственно, что когда у тебя нет газа, да, и нет электричества, чтобы приготовить еду, люди начали делать вот эти вот такие костры во дворах. И нам просто повезло, нам очень повезло, что вот этот район, где мы жили, он относительно практически, ну не практически, но он не пострадал в такой степени, как пострадали другие районы. Вот. То есть у нас был авиаудар только в соседний там, в соседний двор, и это то, что мы, наверное, наверное, мы никогда этого не забудем. То есть мы сидим, мы понимаем, что летит самолет, мы сразу вот, ну, сели в вот этот коридорчик между квартирами, ну, и все, и ты ждешь, да, ну, то есть 50 на 50. Или попадут в этом, тогда вообще нет смысла прятаться и выбирать себе место, где ты будешь сидеть. Ну, либо не попадут. И вот они кидают бомбу, и оно попадает между двумя домами. Как они еще устояли, эти дома? Это была огромная авиабомба, мы просто прочувствовали вот эту вот волну и потом звук. И, да, и получается, что потом на следующий день, когда обстрелы закончились. Ну, то есть они не то, что прям постоянно были обстрелы. Вот, допустим, грубо говоря, с четырех до шести у них авиаобстрелы, да, потом вот тишина там полчаса, например, да, и вот эти вот полчаса люди начинали выходить из домов и вообще смотреть, что происходит. И когда мы пошли смотреть, что вообще вокруг, мы увидели огромную яму, я не знаю, она, наверное, радиус метров десять, наверное, и там могло поместиться вот в полный рост 2-3 человека. Вот, я не знаю, как устояли дома, но дома устояли. То есть, получается, вот так два дома и вот это вот огромная воронка. Вылетели стекла, наверное, все и сразу. Да, да, стекла вылетели, но очень странно, что балконы остались на месте. То есть, когда, допустим, в другой двор было авиапопадание, то там просто такое впечатление, что 12-этажку просто вот так вот снесло. То есть, все вот эти вот балконы, которые выпирали, все части дома, которые выпирали, их просто вот так вот снесло. Или, например, вот были выбиты стекла вот с первого по 12-й этаж, например. То у того дома как-то, ну, да, были выбиты стекла, но не было прям вот совсем такого армагеддона. И еще была вот такая картина, что, допустим, ты выходишь из подъезда, ты понимаешь, что стреляют, но тебе надо на этом костре вообще хоть что-то сварить. Вот, и ты вообще бежишь под обстрелами, быстро поставить там, допустим, чайник или кастрюлю, да, и вернуться назад. И смотришь, что, допустим, вот мужчины выходят во двор и начинают собирать мертвых. Трупы начинают собирать там, ну, или по частям, или полностью. И вот ты видишь, как вот на горизонте, ну, не на горизонте, да, а вот в пределах твоей видимости просто люди ходят с носилками. И они собирают просто их вот в эти вот ямы от авиаударов. У нас даже во дворе была такая машина, которая не пострадала вообще. Это была очень дорогая Мазда. И вот я как сейчас помню, она была новая. Это была машина врача. И она стояла, то есть все время, до 16 марта мы, по-моему, уехали. Вот или 16, или 17. И вот она все это время стояла во дворе на одном и том же месте. И она практически не пострадала. То есть все стекла, все-все-все на месте. Вот, несмотря на то, что наша машина была в гараже и пробила гараж полностью, полностью машину пробила. И нам просто повезло, что, ну, скажем так, жизненно важные органы машины, да, не было задеты. И мы завелись. И у нас машина была не на бензине, а на дизеле. Это нас спасло. Нам не слили бензин. Вот. И у нас был большой замок на гараже. И это нас спасло. Вот. Извини, что значит не слили? Сливали, воровали, там кто-то воровал? Да, да, да. Воровали, воровали все где-то на второй день, когда люди захотели курить, захотели, там, поняли, что магазины не работают. И, нет, на второй день еще работали магазины, но сигарет невозможно было нигде найти. И уже началось мародерство. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. На третий день уже просто выносили магазины, все, что там было. Но люди быстро организовались. И нашлись те люди, которые говорят, окей, у меня там есть ружье или там что-то. Значит, я буду главный, а вы давайте как бы собираемся группками. Значит, вот это вот наш район. Вот эти магазины мы там выносим. Да, вы там идите куда-то туда. Ну, в общем, это все выглядело очень смешно, особенно под обстрелами. Вот. Были такие случаи, что люди ходили под обстрелами. У нас, получается, наш район, и где-то минут 15 ходьбы у нас была вот эта вот трасса запорожская, по-моему, не помню, как она называлась, но, в общем, которая вела на Донецк, и по ней можно было еще уехать на Запорожье в другую сторону. Вот. И там у нас находились большие супермаркеты, вот эти вот метро, там большой торговый центр Port City. Вот. И когда открыли метро, люди сказали, что его открыли. Скорее всего, военные открыли. Вот. И они, соответственно, что выносили оттуда еду. А сначала люди ехали с едой, вообще тележки, там еще какие-то спрайты. Зачем тебе вообще спрайт во время войны? Непонятно. Но люди тащили все, что только можно. Вот все, что можно было унести, вот они все уносили. Потом пошли, да, там телевизоры на вот этих тележках тащили, мягкие игрушки. Ну, в общем, все, что только можно было. Ну, тоже непонятно, зачем тебе телевизор-то в условиях, когда нет света. Вот такое. Был случай, когда одноклассник, мама одноклассницы моей старшей дочери, они решили поехать на машине в метро. И, ну, бесплатно же, да, ну почему бы не? Вот там же халява. И они решили поехать на машине и что-то там взять. Они сели в машину, начался обстрел. Но они решили, ну там же халява. Нам все равно нужно туда доехать. Они поехали, соответственно, осколок попал в ребенка. И спасти, наверное, ей можно было, но уже не было. Они работали в больнице, они уже не смогли даже отвезти, не вызвать скорую, не отвезти ребенка, потому что, ну, опять-таки, это осколочное ранение. Это там 15 минут. В общем случае, если это маленький ребенок, это 10 минут и все. Вот, да, поэтому они потеряли ребенка. И мы, конечно, за этим всем смотрели, наблюдали из окна. Вот. И нам это казалось вообще так ужасно, как вообще люди. Ну, но мы думали, что вот-вот и война закончится, да. И вообще, ну что, нельзя потерпеть там. Ну, потерпи ты чуть-чуть. Зачем ты идешь, грабишь магазины там? Зачем ты там? Ну, еще, не знаю, ну, еду еще можно как-то объяснить, да. Ну, вот эти игрушки, эту бытовую технику, ну, зачем это все? Вот. У нас, в принципе, мы на всякий случай, мы запаслись тогда едой и водой. И когда уже началась война, мы понабирали воду куда только можно было. Но никто же не ожидал, что практически месяц нам придется сидеть без всего, без воды и без еды. И когда у тебя такой момент, когда у тебя, в принципе, этот рис есть, но нет воды. И ты понимаешь, что ты его не можешь приготовить. И просто многие люди, они думают, что вот самое ужасное в войне – это погибнуть от оружия, да. Угу. Но есть еще такой момент, как гуманитарный момент. И от обезваживания, от голода погибло не меньше людей в Мариуполе, от болезней, да, там не вовремя оказаны медицинские какие-то услуги. Погибло не меньше людей, чем от осколков. Потому что когда ты понимаешь, что в воду у тебя там осталось два литра и у тебя двое детей, и ты просто не можешь засоснуть просто от мысли того, что рано или поздно придет тот момент, что нечего будет есть, нечего будет пить. И умирать, ну, одно дело, когда ты умер от осколка, да, это относительно быстро, а другое дело, когда ты умираешь от обезвоживания, да, там, или от голода, это совершенно другое. Вот, и когда я вообще себе это представляла, для меня это было намного страшнее, чем вообще умереть от осколка. Как ты думаешь, Алин, Алин, как ты думаешь, ну, вот, исходя из того, что ты видела, как бы там, да, и я не знаю, как вы общались между собой, потому что связь же тоже исчезла, наверное, достаточно быстро. Мы не общались вообще никак. То есть, в принципе, у вас не было возможности там с какими-то своими друзьями, знакомыми по городу общаться вообще? Раций не было? Нет, не было раций, когда отключили интернет, уже все. Ну, то есть, мы могли в соседний двор пробежать быстро между обстрелами, но это же соседние дома были. Ну, да. Ну, скажем так, вот, исходя из того, что ты видела, и постфактум, когда вы начали коммуницировать вот с теми людьми, которые там остались, как ты думаешь, какие потери реальные в Мариуполе? Вот, ну, я понимаю, это приблизительно, но вот счет на какое количество? Я думаю, что не менее, я думаю, что не менее 1 третий. Принимаю во внимание, да, да. Я не верю в 85 тысяч. Я видела, как складывались дома полностью, как они выгорали, как, если люди, и в основном я смотрела, что люди прятались в основном в подвалах. Если это дом, если это авиаудар, дом складывается сразу же, да, или там, допустим, это были подвалы, это не были бомбоубежища. То есть власть была не готова, местная, в принципе, ни одного бомбоубежища, ни одного вообще каких-то, то есть все говорили о том, что ничего не будет, все будет хорошо, у нас город хорошо укреплен, не наводите панику, не паникуйте и так далее и тому подобное. Вот, что когда это все случилось, оказалось так, что мы вообще в принципе не готовы, и даже было одно в районе бомбоубежища, ну как, условное бомбоубежище, то есть такое подвальное помещение с двумя выходами, вот, которое можно было использовать, а ключей не было. А там оно было вообще не оборудовано и так далее и тому подобное. И, да, и вообще принимая во внимание, какая была война, какого масштаба, вот, что сидение в подвалах, ну это было с ранней самоубийством. Когда ты видишь, что левые, это вообще полностью, ну, восточные левые, это было полностью уничтожено, и говорят каких-то 85 тысяч, ну я не верю в это, 185, ну еще можно поверить. Я думаю, что это примерно одна треть. Треть населения Мариуполя? Треть населения Мариуполя, да, потому что, когда мы потом встретились в Запорожье с другими ребятами из нашего района, и когда они рассказывали, что, допустим, люди готовили кушать на кострах во дворе, и просто прилетала бомба, и 20 человек нет, в одну секунду нет, и так практически в каждом дворе. Вот, и если примерно посчитать, да, там, в процентном соотношении, ну, я думаю, 30 процентов. Смотри, в какой момент вы решили бежать? То есть, зашли русские, они стали, вот, появилось, ну, вот, какая-то, ну, не знаю, это нестабильность, но предсказуемость ваших действий появляется, что вы можете, по крайней мере, понимать, в каком направлении можете идти, или что, или какое-то зачище было. Как вот, как сформировалась вот эта вот ситуация, что вы поняли, что вот, вот это вот оно? Вот. Ну, уехать где-то, мысль о том, что нужно уезжать, где-то через неделю появилась, особенно после того, как мне дети начали задавать вопросы, вообще, мама, когда это все закончится, я вообще сделаю хоть что-нибудь, да, там, вывези нас, и так далее. Вот, и вообще, моя старшая дочка говорила, что я же говорила, давайте уезжать, да, почему вы там меня не послушали? Сколько детям лет, вот скажи, старшая? Так, на тот момент было 10 и 15. И у нас, в принципе, постоянно была такая идея о том, что нужно уезжать. Но дело в том, что были постоянные обстрелы, то есть, ну, куда ты поедешь? По дороге невозможно... Извини, такой вопрос, дети как вот переживали? Вы пытались как-то их закрыть, скрыть, не показывать? Это вот что, как вы детей ограждали от этого? Как-то оградить было невозможно, потому что они, в принципе, во-первых, они уже более-менее были взрослые, и они все это видели. Единственное, что мы их проинструктировали, то есть, как делать, да, что делать, там, допустим, если там что-то слышишь, ну, первый вообще какой-то, где-то что-то, какой-то выстрел, там, беги быстро в коридор. Вот, они, конечно, очень сильно боялись, и младшая на такой степени боялась, что когда начинались вот эти вот авиаудары, либо обстрелы, ее прям вот так все трусило, и я ничего не могла с ней сделать. Ну, то есть, я ее никак успокоить не могла, вот она просто сидела и трусилась. Мы пытались, то есть, вести себя спокойно, периодически свекровь начинала истерить, там, плакать, но мы ее сразу успокаивали. Она вначале, как схватила этот крест, у меня свекра, он верующий, и у него куча, там, вот этих вот икон, он там молится каждый день, и вот у нее был такой большой, такой деревянный крест. Вот она его, как схватила, так мы ее вывезли с этим крестом вот так вот в руках, через блокпосты. А вот, и, да, и получается, что, ну, они очень сильно стрессонули дети, и последствия мы видим вот сейчас, потому что последствия, они сразу не проявляются. Посттравматический синдром, это то, что вот сейчас, в принципе, происходит со многими детьми, вот, сначала первые 6-9 месяцев ты не чувствуешь этого. Но потом, когда мы вот уже здесь, в Канаде, у них начался проявляться посттравматический синдром. Ну, то есть, когда, допустим, как это все было? Например, когда мы выехали из Мариуполя, мы еще продолжали очень долго, наверное, месяц просыпаться в 4 утра, потому что в 4 утра начинался обстрел, авиаобстрел. Вот, и мы по инерции просыпались. Они тоже просыпались, потом перестали просыпаться, и у них все это переросло в сны. То есть, им начали потом сниться кошмары, потом это все там, допустим, вот это все перерастало в психосоматические какие-то там заболевания. Например, мой ребенок старший, она начала чесаться, вот, когда началась война, на третий день я просто обнаружила, что вот у нее запястья, они расчесаны практически до крови. То есть, крови оттекла, я ничего не могла сделать, в больницу я не могла пойти, потому что уже было невозможно выходить. Вот, и теперь, когда мы уже были в Канаде, мы обратились к психологу, мы начали с этим работать. Я думала, что это пройдет, ну, относительно, там, бесследно, вот, нет, это бесследно не проходит, и посттравматический синдром, в принципе, будет у каждого, просто у кого-то больше, у кого-то в меньшей степени. Вот, если я уже более-менее такой сотрудник гуманитарной организации, который привык к вот этому, и я уже столько увидела в, когда мы ездили к линии соприкосновения, вот эти вот села, которые там, вот, и наблюдали за тем, как дети, которые с 14-го года живут под обстрелами, потому что там были села, у которых обстрелы не прекращались. И как эти дети жили, и как это все потом у них выливалось, вот это вот постоянное психологическое напряжение, а потом как у них физические болезни выливались, ну, это страшно. Это ужасно, это имеет свои последствия, тем более, если с этим не работать. Это все можно контролировать и свести максимально к минусам, что мы сейчас и делаем в Канаде. То есть в Канаде просто так лекарства не выписывают. Моим детям выписали. Вот, поэтому нужно понимать, насколько это все серьезно. Спасибо. Вот теперь возвращаемся к клиенту принятия решения. Итак, вот происходит что? Происходит оккупация, они зашли. И вот тот день, когда вы приняли это решение о том, что нужно срочно уже выскакивать. Как вы это? Где-то через неделю мы понимали, что нам нужно уезжать, но мы не могли найти способ как. Вот, потому что перед, получается, мы 16-го выехали, вот, а перед этим были попытки наших соседей выезжать, и они ехали и не возвращались. То есть либо возвращались и рассказывали, что половину колонны обстреляли. Вот, или, например, русские сказали, что вы езжайте, они выехали, доехали до определенного, там, в полях где-то, они их остановили, забрали все, что только можно, машины, технику, и просто оставили людей в поле. И люди возвращались опять-таки в Мариуполь, под обстрелами возвращались к себе домой. Вот, и в один момент мы просто услышали от соседей, что якобы русские сделали коридор, и можно уехать. И мы просто сели в машину, мы видели, как другие садятся в машину и уезжают. Мы просто, наверное, в течение 20 минут собрались, все, что было, все, что можно было схватить. Ну, просто спасибо моему мужу, потому что в тот момент он был более собран. Он взял документы, он там взял какие-то там еще кролика нашего, да, который я совершенно забыла. Он взял для него еду, потому что я думала просто о детях. Я понимала, что у меня надо схватить детей и вообще куда-то бежать. Мне вообще неинтересны были ни документы, ни деньги, вообще-вообще-вообще ничего, ни какие-то там вещи, да, там, понятно. Вот, и мы просто сели в машину, и мы уехали. Просто у нас свой страх и риск. Нам говорили, что есть возможность вроде бы как три дня коридор, и мы просто поехали. Ехать было очень сложно, потому что все дворы, они были в строительном мусоре. И чтобы выехать, ну, естественно, что никакой шиномонтаж не работал там, да, что если что-то случится с колесом, но это твои личные проблемы. И когда мы выехали со своих дворов на вот этот бульвар Шевченко, и мы увидели эти перевернутые, сгоревшие танки, эти дома, этот запах вообще непонятный. Это было не просто гарь. И когда мы это все увидели, и на заднем фоне еще, точнее, впереди, да, там стояли русские, это было очень страшно. Это было ужасно, потому что ты привык видеть свой город, особенно вот за последние пять лет, да, все лучше и лучше. И когда я увидела, что, боже, что они вообще сделали с этим асфальтом, с городом, с домами, это, конечно, было ужасно. Потому что одно дело, когда ты смотришь это все на картинке, но это непередаваемо, когда ты это все чувствуешь. Вот, да, когда это запах, когда это ты слышишь, ты видишь, и ты понимаешь, что вообще это такое. И еще то понимание, что, в общем-то, ты выехал, но не факт, что ты доедешь, потому что обстрелы не были постоянными. Вот, и, но нам повезло, что мы жили возле вот этой вот трассы, главного блокпоста, через который пропускали. Мы поехали. Вот, и первый блокпост русские ограбили вот эти вот, там, получается, у нас были большие магазины крупные, и по другую сторону у трассы там были вот эти вот, не знаю, как они называются, склады, да, склады, там, где была еда. Вот, и с одной стороны они обстреливают, продолжают обстреливать город авиации, ну, там, там все было, да, допустим, там, я не знаю, какие-нибудь, что там, ураганы, да, или там, да, с одной стороны обстреливают город, а с другой стороны он достает вот эту шоколадку, которую только что вытащил из нашего же там магазина, да, и дает детям шоколадку. Вот, и это, конечно, ну, это ужасно, вот этот вот контраст, что у них вообще в голове было, ну, непонятно, ну, точнее, понятно, да, но я думаю, что это не поддается описаниями, литературными словами. Вас на этом блокпосте выпустили, вас как-то проверяли, или вы просто посмотрели? Да, на каждом, да, на каждом блокпосте нас проверяли, значит, первый блокпост опускает, значит, попросили опустить стекло, он опускает стекло заднее, и получается видеть, что дети, я и свекровь с крестом. Я думаю, боже, и он говорит, ну, в общем, как бы, там, открываем, значит, двери выходим, думаю, боже, значит, думаю, за что хвататься за свекровь, за крестом, что, думаю, у него было такое лицо, я думаю, боже, она его сейчас просто начнет бить этим крестом. Ну, вот, ну, в общем, да, на каждом блокпосте нас останавливали, мужа раздевали полностью, практически, это все было февраль, нет, это март уже был, но все равно, да, это было февраль, да, вот, проверяли документы, но, слава богу, только у мужчин проверяли документы, потому что потом, как выяснилось, слава богу, что мой бейджик, работник коммунистарной организации, он был вообще где-то, зачем я его взяла, я не знаю, но он у меня вообще был где-то в сумке, далеко, вот, потому что буквально месяц назад человек, который присматривает за квартирой родителей, он был в нашей квартире, и, значит, зашел в нашу квартиру, дверь была взломана, и там вот так вот все просто было, хотя у нас уже квартира пострадала, да, там от обстрелов, вот, но потом, когда выяснили, он начал спрашивать соседи, что вообще произошло, потому что две было квартиры вскрыты, наша и человек, который служил в армии, в розварде, о, Паша, не розварде, как же она называлась, не важно, в общем, в каком-то подразделении он служил, я не помню, вот, и когда этот знакомый начал спрашивать соседи, что вообще тут произошло, и почему квартира вскрыта, вот, они сказали, что они пришли, значит, за мной, потому что американский шпион, вот, и, соответственно, что они как бы искали меня, искали там якобы какие-то документы, вот, ну, либо они такие глупые, да, они думали, что я там буду их сидеть и ждать с документами, да, там, с компьютером, с базой данных совсем, и когда они ничего не нашли, вот, российские военные унесли микроволновку, телевизор, что-то там еще, так что она не работала, да, уже, да, ну вот, да, страшные. Ну, а мужа, мужа, они искали татуировки, вот это вот, этот стандартный компьютер. Да, 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 они все это искали, вот, у моего мужа не было ни одной татуировки, поэтому они, в принципе, не могли ни к чему придраться, вот, но документы, да, они проверяли, и проверяли только у мужчин. И получается, где-то... А они как, они просто смотрели паспорт или там в какой-то базе данных смотрели, как что-нибудь? И в базе данных в том числе, да, некоторые просто смотрели, потом у них какие-то списки там были, потом, вот, даже если, возможно, там, я не знаю, у них были какие-то фотографии, да, там, тех же активистов, тех же волонтеров, но я не думаю, что они бы меня узнали, потому что я была в таком вообще состоянии и видя, что там, когда ты там не принимал душ месяц, да, и вообще все люди были в таком состоянии, что вряд ли они бы кого-то узнали. Вот, и после этого, когда мы уже выехали на блокпост, да, и доехали до Мангуша, это где-то территориально между Мариуполем и Донецком, нас проверяли уже не российские военные, а вот эти вот ДНР, представители ДНР. И такого хамства, ну, конечно, вообще, он был очень злой, и он так разговаривал, что было видно, что они очень-очень ненавидят мариупольцев. Он там из Мариуполя, да, там, ну, особенно, когда увидел прописку, вот, и мы думали, что у нас там будет какое-то задержание, там, я не знаю, что-то машину отберут и так далее, но нет. Извини, не прибью, вы поехали до Мангуша, потому что туда была свободная дорога, а в сторону Тахмака там или Мелитополя там еще бои были, шли, и вы просто боялись, что не выйдете, я так понимаю, да? Ну, да, да, просто нам говорили, куда ехать, то есть вот туда вы можете ехать. Российские военные, они не просто так давали этот коридор, вот, это все было под их СМИ, вот, и они, соответственно, подходили там чуть ли не к каждой машине и рассказывали, ну, там, расскажите, А вам вообще Азов помогал? Или там вообще какие-то глупые вопросы задавали? Или там еще что-нибудь? Они не, они боялись задавать вопросы, а кто стрелял, да, там, или там какие-то другие моменты. Да, и мы, конечно, нам главное было, чтобы выехать и вывести детей, потому что одно дело, когда ты взрослый, в такой ситуации, другое дело, когда ребенок. И когда мы уже с Мангуша нас, уже я не помню, потом в итоге мы оказались в Бердянске, то есть по каким-то там дорогам и трассам мы возвращались, получается, назад, на Бердянск. И когда мы уже въехали в Бердянск, там была огромная очередь, и мы подумали, что это машины, у которых закончился бензин, потому что бензина не было. И мы просто как бы, а это была очередь, но мы сначала не поняли, что это очередь. Мы просто ее проехали и уперлись в военного. А вот он говорит, вы что, самые умные, почему вы очередь пропустили? Вот, ну мы ему объяснили, что мы им не поняли, что это очередь. И вот он такой, ну хорошо, давайте как бы проверим вашу машину. Они проверили нашу машину, опять раздели моего мужа, вообще его забрали куда-то, мы его ждали минут 20. И потом нас пропустили в Бердянск. То есть мы относительно быстро приехали в Бердянск. И в Бердянске мы уже нашли семью, ну не мы нашли, нам предложили переночевать там в одном доме. Вот, и мы, соответственно, что вообще мы первый раз за месяц, ты помыл руки, это такой кайф мыть руки. И все равно, что это холодная вода, вот, но ты можешь помыть руки, вообще ты можешь умыться, и ты можешь применять душ. И после этого у нас было два варианта. Поехать либо на территорию России, либо на территорию подконтрольной Украине. Вот, и мы, естественно, что боялись вообще каким-то образом и в Крым ехать, и на территорию, выезжать уже на территорию России. И вот, и мы поехали через поселочки вот эти, вот я не помню, как они назывались. Нет, мы поехали на Запорожье. Вот, и... Вы пошли, вы пошли не вдоль моря по этой трассе, а пошли на север, наверное, туда, в сторону... Да, 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 да. И, да, там никакой нормальной дороги не было, то есть там был, мы доехали до какого-то поселка, а потом была просто вот такая вот выезженная машинами дорога, между огородами, через поселок, и уже потом через вот этот поселок мы выезжали непосредственно на Запорожье. И там была вот эта дорога, в которой с обоих сторон были мины, лежали, и взорванные машины. И вообще всю дорогу, пока вот мы ехали из Мариуполя в Запорожье, это было ужасное, конечно, зрелище, когда вот эти вот машины обстреляны, сгоревшие были. И видно было, что люди пытались выбраться, вот, некоторые с людьми вместе внутри, некоторые рядом люди, некоторые вообще без людей и машины, вот. Но, скорее всего, что было похоже на то, что люди ехали, вот начинался обстрел, и они просто попадали под обстрел. Нам тоже сказали, что, ну, вы едете, но не факт, что вы доедете. То есть, может, доедете, не доедете, но мы же решили, что чем умирать в Мариуполе, но, в принципе, точно так же можно и где-то умереть на трассе, но хотя бы у тебя была надежда, что ты можешь выбраться. Вот, и когда мы уже, конечно, оказались в Запорожье, мы там увидели первый украинский флаг, все нас уже попустило, мы уже поняли, что мы в безопасности, вот, что можно расслабиться. И как раз вот в Запорожье, а, еще вот, когда мы были в Бердянске, я первый раз уже зарядила свой телефон мобильный, и увидела там сообщение, почитала почту, и письмо пришло от канадского работодателя, от менеджера моей, на моей работе, которая занималась мной, моими документами, вообще моим вопросом, и она нам вообще написала, там была куча от нее сообщений, она мне каждый день писала на почту, вы живы, не живы, что вообще, мы смотрим новости, это просто ужасно, потому что вопрос вообще Украины и Мариуполя в новостях Канады, он был постоянным, и не то чтобы там в Украине, да, я вот потом смотрела новости, я читаю заголовки «Львов, Мариуполь, Украина», «Мариуполь, Украина», там Днепропетровск, Львов, Мариуполь, да и опять вот Мариуполь, вот это вот постоянно здесь был, поэтому здесь про Мариуполь, мне кажется, знает вообще каждый канадец, вот, и она мне просто уже потом написала, последнее сообщение у нее было, вы вообще живы или нет, и когда ей ответила, что мы живы, все нормально, вот, она мне уже сразу же ответила, что вы, ну, что вы планируете, приезжать, не приезжать, вот, если что, мы вас ждем, я сказала, что окей, мы готовы, и она тогда сказала, что мы, не переживайте, как бы, ну, она спросила вообще за наше состояние, что у нас по деньгам, что у нас вообще там со всем остальным, вот, когда я ей написала, что, в общем-то, у нас ничего нету, все, кроме паспортов, вот, и тогда она сказала, окей, все, как бы, мы полностью берем, не переживайте там ни за что, ни за билеты, ни за документы, вообще ни за что, к тому времени Канада уже сделала специальную программу для украинцев, и они сказали, что мы вас полностью спонсируем, то есть мы вас полностью заберем. Вот, и чтобы мы ни за что не переживали, и это был, наверное, главный момент, почему вообще у нас не было, у меня лично, да, там никакой депрессии, ничего, потому что люди, которые на тот момент уезжали из Мариуполя, у них впереди не было ничего. Ну, то есть все, что они имели, это люди, у многих был бизнес, да, уже устоявшаяся жизнь, все было великолепно, их полностью устраивала жизнь в Мариуполе, а теперь, ну, то есть вообще какая-то определенная будущая, а после этого у них не было ничего. Вот, никакой надежды, вообще никакого понимания, что будет дальше, что будет с войной, как это будет долго, что вообще сейчас делать, и куда бежать, и куда идти. Особенно это на контрасте, когда в Мариуполе это, в принципе, у тебя, допустим, бизнес, да, и у тебя там не было особо никаких проблем, а тут ты сталкиваешься с такой реальностью, что тебе это нужно заново начинать. Вот, у нашей семьи была надежда, да, у нас была такая спасательная, такая спасательная подушка, да, мы ее сами себе подстелили, не понимая этого до войны, когда я искала работу, когда я искала возможность поехать в Канаду, и так как-то вот получилось, да, что, в общем-то, мы сами себе подстелили соломку, вот, и нам очень повезло, что попалась такая компания в Канаде, вот, которая полностью нас проспонсировала, и мы в итоге попали сюда. Да, поэтому ситуация была вообще разная у людей. Извини, перебью, вот, вы двинулись, как, когда вы перешли вот на украинскую территорию, условно, на подконтрольную, то есть вы двигались под этим проселком, шли по этой дороге, и в какой-то момент вы что, вы уперлись как бы в блокпост наш? Да, в украинский блокпост, да, да. Там просто было какие-то поля-поля, то есть вот этот вот поселочек, мы из него выезжали, нам сказали отключить мобильные телефоны, вот, и потом, да, ты вот едешь, какие-то, это даже не трасса была, там была дорога среди полей, потом в итоге ты натыкаешься на блокпост с украинским флагом, все, и ты уже понимаешь, что ты на территории подконтрольной Украине. Потом от этого блокпоста мы уже как-то въезжали на территорию самого города Запорожья, там был такой распределительный пункт, то есть тебе надо было зарегистрироваться, и поскольку часть моей организации, часть сотрудников, они выехали раньше, вот, и у меня уже была возможность как бы кому-то позвонить, вот, и меня уже направили, мне уже сказали, что тебе нужно там ехать туда-то, туда-то, по такому-то адресу, вот, мы тебя ждем, и мы, получается, вот в этот центр, который принимал беженцев, мы уже туда попали, это был садик, нас очень хорошо приняли там, и, в принципе, там нам помогли, нам вообще дали еду, мы приняли душ, нам было где спать, нам дали вообще какую-то одежду элементарную, и мы там были около недели, потому что мы просто не могли физически найти квартиру вообще никакую, то есть, либо риэлторы предлагали в других городах, там, я не знаю, там за 20 тысяч гривен, вот такие цены вообще, они были просто нереальные, вот, и потом одна семья, они предложили нам просто бесплатно квартиру в Кропивницком, мы туда приехали, в Кропивницкий, и потом мы начали платить за эту квартиру, вот, от нас не просили там оплату, просили хотя бы за коммуналку платить, но, как бы, это не совсем красиво, мы посчитали, вот, и поэтому мы сами предложили платить за эту квартиру, вот до сих пор семья моего мужа, родители, они там, нам очень повезло, потому что, когда люди выехали, многие, они столкнулись с реальностью, с тем, что жители Западной Украины, они поехали беженцами в Польшу, в Германию, Швейцарию, свои квартиры они сдавали, сдавали по очень высоким ценам, вот. Было, то было, и что есть. Ну да, вот, и... Хотя я знаю, хотя я знаю, кстати, и примеры, когда бесплатно сдавали, и моим друзьям, как бы там тоже подо Львовом, абсолютно бесплатно, причем это известные люди были, они просто взяли в свой особняк там шикарный, кучу беженцев загнали, ну, как это всегда бывает, было все. Да, да, конечно, разные. И было вот и такое. Да, просто так получилось, что нам повезло, и нам попадались всегда очень хорошие люди. И такие ситуации, в принципе, вот нам бесплатно дали эту квартиру, да, там, в Кропивницком, там, я не знаю, нас хорошо приняли в Запорожье, и когда мы приехали в Кропивницкий, у нас, в общем-то, была надежда, да, что мы вот должны там заполнить документы, да, и ждать канадскую визу по вот этой программе, она называется КОАЭТ, это программа по быстрому въезду канадцев в Канаду, чтобы вообще для понимания раньше, до войны, до этой программы, чтобы попасть в Канаду, ну, это очень закрытая страна, несмотря на то, что у них существует около 80 миграционных программ, и они в год примерно до ковида они завозили в страну около 300 тысяч ежегодно иммигрантов, сейчас они планируют 500 тысяч, вот, несмотря на это, попасть в Канаду очень сложно, вот, и особенно у них очень сильно защищен рынок труда, и особенно через рабочую визу, то есть получить рабочую визу, это там, чтобы ты понимал, я к этому уже за 4 года, чтобы найти работодателя, которому можно это все привозить, сотрудников, которые готовы был в это все ввязаться, и так далее, потому что очень сложно попасть, и финансово, и по документам, и вообще по критериям, смотри, я думаю, что, я думаю, что вот нам нужно как-то разделить, вот, у нас уже мы больше часа говорим, вот, час 16, и, ну, вот, вот этот кусок, он цельный, и он, ну, он реально очень сильный, вот, я просто чувствую это, и ты рассказываешь просто настолько жизненно это все, и, ну, чувствуется вот все, что ты пережила, вот, поэтому, я думаю, что вот, он должен быть это об украинской истории, вот, может быть, польско-украинская история, там, да, вот, ты даже скажи до конца, словно говоря, вот вы пожили в Кропивницком, и потом вы собираете документы, или что, и ты двигаешься с детьми, я так понимаю, туда, да, за границу, там, да, перебираешься. Да, то есть, мы приехали в Кропивницкий, и как раз мы попали в той семье, где сын пошел на войну, он приехал, он был, он работал в Польше, он вернулся, после начала войны, он вернулся в Украину, и пошел воевать добровольцем. Вот, и поэтому этой семье тема войны, она, конечно, была очень близка, вот, и там нам очень сильно помогли. Получается, что вот эта вот семья, они были верующие, они там, у них была своя церковь, и вот эти вот прихожане этой церкви не узнали нашу историю, и они нам, что нам только не принесли, одежду, кастрюлю, я не знаю, там, матрас там, ну, в общем, все-все-все, все, что только можно, вот, и у нас было тогда в Кропивницком, нам нужно было оформить вообще какие-то документы, да, о том, что мы переселенцы и все остальное, я никогда такого не оформляла и вообще старалась не связываться с государственными структурами, учреждениями в плане документации, вот, но тогда надо было, единственное, что у нас было, у нас была папка с документами, которые для Канады, и у нас были там, ну, там наши паспорта, то есть там минимальные документы, вот, и мы пошли оформлять справку, а, и тогда еще вот до этого, буквально за день до этого ты разместил мою, вот, это не статья была, это, наверное, было больше, большой комментарий, да, вот, и я помню тот момент, когда я сижу в этом совбесе назывался, по-моему, в Копивницкой, вот, сижу и доказываю, что я действительно из Мариуполя, да, там, и мой ребенок, это мой ребенок, вот, и тут, потому что, чтобы оформить вот эту вот помощь, там, буквально, я не знаю, финансово, двери полторы тысячи на человека, ну, это такое, ни о чем, вот, но все равно, да, это были копейки, но они были ценные на тот момент, и я понимаю, я понимаю, вот эта вот разница государства и люди, и тут я понимаю, что мне начинают приходить смс-ки, вот, приватбанка, о том, что мне люди кидают деньги на счет, и это был такой контраст, я чуть не расплакалась, я сижу такая, я понимаю, что у меня начинает катиться слеза, я пытаюсь вообще держать себя в руках, а вот, и тут уже сотрудница такая, ну, что вы вот это вот, ну, да, не принимаем мы ваши документы, ну, что сразу плакать, в общем, такое, я говорю, знаете, вы к этому отношения не имеете, то есть, это та статья, которую ты прислала, и там была карточка твоя, которую попросили, слушай, такая, мне приятно, и я хочу, чтобы все подписчики, вот, они понимали, что вот, вот это пошло все вот на эту историю, Алина, это женщина, вот, которая, которая действительно в этом нуждалась. Да, и ты первый человек, который нам помог, во всем, да, нам очень много людей помогало, вот, скажем так, сквозь вот эту вот всю историю, да, мы можем, и сквозь вообще мой рассказ, мы можем встретить очень много людей, которые это помогали, и которые за нас вписывались очень серьезно, вот, но ты был вот этот первый человек, который так помог, и это было так необычно, вот, потому что до этого я была всегда волонтером, всегда я кому-то помогала, это было так непривычно для нас, когда нам кто-то помогает, вот, и это было так своевременно, вот, потому что, в принципе, у нас не было ничего, у нас были документы, у нас были дети, нам очень повезло, что мы выбрались живые, у нас руки и ноги были на месте, и все было нормально, в этом плане, относительно, вот, и сколько мы помощи встретили, это, конечно, это дорогого стоит, да, и, да, на самом деле, вот, то, что происходит с вами, и, вот, с людьми такими, как вы, это во многом зависит от того, вот, что человек несет в себе, и, вот, как он встречает жизнь, что он делает в своей жизни, и вот, жизнь, ну, она часто поворачивается, вот, ну, не знаю, это карма называют, там, еще как-то, вот, вот, мне кажется, что когда человек делает правильные вещи по жизни, то, и жизнь делает правильные вещи относительно этого человека, и вот все добро, которое ты делаешь, оно тебе... Ты не ожидаешь этого. Честно говоря, вот я тебе говорю откровенно, я забыл, что... Я помню, что мы размещали статью, но я забыл, что мы размещали какую-то карточку и что-то остальное. Но я тебе скажу, мне вот сейчас в 10 раз приятнее, наверное, от мысли, что я там тебе как-то смог помочь. И что это вот... Это классно, вот когда ты делаешь какое-то добро, и потом... Ты не надеешься на то, что это какое-то добро вернется, но жизнь так устроена, что это какой-то обмен энергии, которая постоянно... Природа, она держит баланс. Не знаю, там природа, бог или еще кто-то. Но вот есть какой-то баланс в нашей вселенной. И когда ты делаешь правильные вещи, то оно все равно как-то тебе возвращается. Хотя ты этого в принципе не должен ждать, но оно возвращается. Твоя история... Ты столько делала добра людям и как волонтер, и как общественный деятель. Поэтому твоя история, наверное, суть твоей истории, вот выход из-за Мариуполя, из этого ада, в котором вы оказались, это об этом. Вот люди должны об этом знать. И я тебе говорю откровенно, я вообще не думал, что мы выйдем на такой нарратив в финале первой части нашей. Но мне кажется, что это вот все, что ты рассказала, это по поводу этого. Что почему нужно делать добрые дела, и почему просто нужно быть человеком, вот, чтобы когда приходит вот такой момент, на твою голову сыпется бомба, они просто не попадают, они в тебя не попадают. Хорошие люди тебе встречаются. Тебя просто судьба как-то оберегает от того, что вот казалось бы, в самой безвыходной ситуации ты все равно выходишь какая-то ниточка, она тебя ведет, ведет и выводит вот куда-то, куда-то, куда-то стремишься. Вот это вот вот это, вот это вот суть, мне кажется. Да. И поэтому, смотри, я предлагаю сейчас вот на этой, вот этот кусочек мы сейчас закончим, вот, а потом мы с тобой поговорим, как мы там дальше, как мы будем дальше разговаривать, потому что, ну, мне кажется, это просто потрясающая беседа, да, из вообще лучших пребыва в моей жизни, ну, в том плане, что она, ну, вот, трушная, она настоящая, она просто, ну, с такими драматическими поворотами, что ну, я просто, я просто прочувствовал вот то, что ты чувствовала, вот, я прочувствовал, поэтому за это тебе большое спасибо, и ну, что ты нашла в себе силы, мужество, это мужественная история, мне кажется, вот, что ты с нами это поделилась и и рассказала, поэтому это первая часть, это первая часть, я просто говорю, что будут смотреть, мы записываем, это сейчас в Киеве полночь, даже больше, уже почти почти час, вот, ночи, и следующая часть, вот, она будет, собственно говоря, о том, как вы инкорпорировались в Канаду, вот, вот, и поэтому ждите вторую часть, вот, а тут мы пока попрощаемся, но, то есть, вот, конкретно в беседе, не вообще попрощаемся. Я просто, да, еще хочу добавить один момент, я это рассказываю не для, вот, вот, многим рассказываешь, они это начинают жалеть, там, да, это не для жалости, нет, я просто хочу донести людям, что такое война, потому что одно дело, когда ты это читаешь в книжках, другое дело, когда ты это слышишь от человека, и это реальная история, это вот когда, можно сравнить с тем, что когда ты читаешь учебники, историю, да, и когда я читала, например, воспоминания бывших советских военных, которые после аннексии Кёнигсберга, да, они туда поехали, нести культуру, там, немцам, да, и с чем они столкнулись, потому что это были реальные истории людей, и вот, когда ты, вот, на обычном примере, потому что война, это всегда, это, это много разных судеб, да, которые, вот, и много разных историй, и вот, мне кажется, да, что вот, вот так, поэтому, просто на примере, чтобы показать, как это бывает, что это есть такое, вот, потому что, да, не каждый с этим сталкивался, если ты с этим столкнулась, если ты прочувствовала, что такое русский мир, об этом нужно рассказывать всем, да, и я готова это рассказывать столько, сколько надо, как я это делаю, я рассказываю канадцам, да. Ну, и за это тебе огромное спасибо, потому что, ну, мир только сообща может победить, вот, вот это зло, в которое они превратились, и, и вот такие истории, это, ну, это просто шок, потому что, знаешь, когда ты, вот, знаешь, что меня больше всего в твоей истории, вот, поразило, когда ты рассказывала про запах вот этот, потому что, там, когда мы приехали в Гучево, вот, вернулись сразу, там, только вышли оттуда русские, вот, и мы приехали, там, через пару дней, то первое, что меня, вот, тоже поразило, это запах гнилой, вот этой, вот, либо обгоревшей плоти какой-то, либо, вот, просто гарь, вот это вот, и трупный запах, вот, потому что это не только, там, потому что люди где-то лежали, там, а потому что холодильники, все вот это, вот, оно в целых зданиях, оно остановилось, там, и месяц стояло, и вот оно все пропиталось вот этим трупным запахом, и когда заехали в Бучу, то, вот, у меня было ощущение вот это, и, 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 и вот ты просто, когда это рассказывала про Мариуполь, то, вот, у меня просто аж мурашки пошли по коже, потому что это вот оно, это вот, вот этот запах войны, это вот, это вот оно, это, ну, никакое спасение рядового Райана, вот, оно этого не передаст, вот, когда ты, ну, не почувствовал его на подкорке, он потом у тебя вызывает рефлекс просто какой-то, когда ты его слышишь, поэтому вот запах войны, я не знаю, может быть, мы так и назовем этот эфир, Мариуполь, запах войны, вот, я подумаю, но, ну, реально спасибо за то, что ты поделилась, потому что это, это дорого стоит. Спасибо. Спасибо.